Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 М, 99.1 FM, на нашем веб-сайте radio-nvc.com, ну и, конечно же, на нашем канале в YouTube, канал, так и называется, «Радио НВС» или «Народная волна Чикаго». Не забывайте подписываться и ставить лайки. Ну а о событиях в Израиле и вокруг него сегодня мы поговорим с Дмитрием Щикликом. Напомню, один из создателей, вице-президент американского форума «За Израиль». Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Так, секундочку, что-то у нас как-то слышно со звуком что-то. Раз-два. Вот так нормально. Я говорю, я не вице-президент, а председатель совета директоров. Ой, простите, как всегда запутался. Но ты меня не унизил. Я могу даже быть рядовым солдатом, если понадобится. Это точно. А уж каким солдатом является Дмитрий, я наслышан. И, честно говоря, это произвело мне. Сейчас, вот сейчас на выборах, был просто вот рядовым солдатом сионизма. Когда пытался... Я вот был во время выборов в Израиле, был неделю в Израиле, ездил по всему Израилю, пытался понять, что происходит. Так что, если интересно, расскажу. Безусловно. Вообще, нам интересно... Мы как бы наблюдали со стороны за выборами в Израиле. И вот, скажем, свою точку зрения представил нам Саша Непомнящий, который является членом центра Ликут. Насколько я знаю, вы поддерживаете движение наш... Это всемирное движение «Наш дом Израиль». Ну и, наверное, партию, соответственно. Поэтому... Безусловно. Не будем лукавить. Да. Безусловно. Поэтому интересно узнать вашу позицию, так сказать, ваше отношение к тому, что произошло, как произошло. Ну, смотри, я тебе скажу честно. Я очень волновался вообще за правый лагерь. Не только за партию Либермана, но за весь правый лагерь. Потому что на правый лагерь был такой наказ очень серьезный. Ну, во-первых, уголовное дело против Биби. Совершенно беспочвенное. Дальше, ну, ситуация в партии Либермана, мы знаем, идет судебный процесс над бывшим генсекретарем партии. То есть все так. И, конечно, вот это вот... Они как бы левые создали якобы центристскую партию во главе с Гансом. Что не соответствует действительности и так далее. И вся пресса была, конечно, за левый лагерь. Поэтому я очень волновался. И я боялся, что, допустим, наш дом Израиль вообще может не пройти в этой ситуации. И Ликуд наберет меньше голосов, чем они набрали. Но, к счастью, в общем-то, все усилия были не напрасные. Ликуд набрал 36 голосов. Либерман набрал 5 голосов. Еще набрали 4 и 6 голосов. И 2 религиозные партии, которые, конечно, нам по духу ближе, чем левые. Поэтому формировать правительство будет... Ну, смотрите. Еще возьмет месяц-полтора. Сейчас, в сию минуту, Либерман делает заявление для прессы. Вот пока мы с вами говорим, идет тоже заявление Либермана для прессы. Что он выдвигает, а выдвинет, я думаю, я пока не знаю. Но я думаю, что Либерман потребует 2 министерских посла. Пардон, поста. Это министр обороны и, наверное, министр внутренних дел. Но опять, это я думаю, я могу заблуждаться. Либерман потребует ряд серьезных реформ, на которые могут не пойти и религиозные. Поэтому это правительство может формироваться крайне сложно. И я не знаю, как долго оно продержится. Потому что, когда мы имеем дело с религиозными, это всегда проблема. А мы вынуждены с ними иметь дело. Ну, кстати, я должен сказать, вот сейчас Центральная избирательная комиссия уточнила. Ликут потерял один мандат, который перешел как раз к религиозной партии Ядут-Хатара. А они теперь имеют, насколько я понимаю, 8, по-моему. Ну, в общем, один мандат больше. Ликут уже имеет 35, а не 36. Ну, это не важно. Все равно формировать правительство будет Ликут. Ну, да. Но вот вы как раз сказали о том, что реформы, которые предлагает Либерман, ортодоксы могут им воспротивиться. И вот это как бы... Как бы это имеет значение в данном конкретном контексте. Да. Все будет очень непросто. Это я понимаю. Это, я думаю, все, кто знает израильские реалии, все прекрасно понимают. Но я думаю, что все-таки правительство будет сформировано. И оно без нас не может быть сформировано, без русскоязычной партии. Другое дело, что, конечно, Либерману нужно подумать о том, что... Как реформировать ситуацию. Я, честно говоря, думаю, что надо просто объединяться с... Объединяться с... Ликутом. Вопрос, как, и так далее, и так далее, это сложно. Потому что я вообще считаю, что правый лагерь уже очень разрознен в Израиле. И правый лагерь должен быть объединен. Вы знаете, что произошло с Беннетом. Беннет не прошел правительство. И, честно говоря, по этому поводу я не столько расстроен по поводу Беннета, сколько Лиэт Шакет, который не войдет в правительство. Да, согласен. Но с Беннетом я даже рад, потому что Беннет... Я к Беннету относился с большим почтением и пиететом. Но то, что он утворил на этих выборах, это, ну, непозволительно. Беннет от имени Савы, который третий номер в списке «Наш Дом Израиль», начал рассылать смс-ки и голосом Савы кто-то начал всем. Практически всех, кого я знаю, русскоязычных израильтян, все получили эти смс-ки и звонки, что вот мы не проходим, голосуйте за Беннета. Это уже очень грязно, очень неприлично. Такой трик. Вот. Да, это интрига. Вы абсолютно правы по поводу объединения. Но боюсь, что личные амбиции политиков не позволяют им объединиться. Я не знаю. Вы знаете, я думаю, что раньше или позже все-таки будет определенное объединение. Потому что, ну, смотрите, если бы правые были объединены, не надо было бы иметь дело с религиозными сегодняшими. А так, получается, некое противоречие в правительстве будет. Потому что, скажем, если НДИ входит в правительство с предложением реформ, против которых выступают религиозные, да, получается не очень устойчивая коалиция. Да, я думаю, это не будет самое долговечное правительство. Ну, вы знаете, я не хочу выступать против религиозных. Ну, потому что, в принципе, это как бы наша соль с вами. Абсолютно. Но они, к сожалению, вот всегда калышат сюда, где деньги. Их политика мало интересует. Они искренне ждут Мишейха. Мы тоже идем Мишейха, но мы ему идем навстречу. Они просто ждут пассивно. Это неправильно. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, я тоже себя считаю ортодоксальным евреем. И я думаю, что мы будем пытаться с ними договариваться. Вот. Конечно, что еще? На что я еще обратил внимание? Я уже, наверное, говорил на волнах радио Чикаго. Но, тем не менее, повторю. Дело в том, что очень сложный избиратель израильский. Очень сложный. Он требует у, ну, так выражаясь американским языком, федеральных политиков, то, что нужно требовать у муниципальных политиков. Они там требуют ремонта дороги там какие-то. Да, кстати, будет несколько вещей, я думаю, требовать Либерман. Это, прежде всего, вот реформы в такие, ну, социальные, как браки и так далее. Но, так же пенсии. Понимаете? Он будет жестко требовать пенсии, потому что в прошлый раз он обещал это, но ему не дали. Потому что, понимаете, дело в том, что у него очень мало мандатов в КНЕСУКе. И очень трудно пробивать то, что он хочет делать. Поэтому он сейчас, прежде чем войти в правительство, потребует гарантии. Эти гарантии будут прежде всего по пенсиям, конечно. Вот. Имеется в виду пенсии наших Алим, которые не успели ее заработать, хотя тяжело работать. В Израиле вообще тяжелая ситуация с пенсием. Не только для русских, но и для израильтян. Это отдельный разговор, наверное. И, думаю, даже не со мной, а с кем-то из израильтян, кто точно это знает. Но, тем не менее, понимаете, русскоязычная улица, меня очень огорчила. К 12 часам религиозные евреи проголосовали на 80%. Светские евреи проголосовали на 30%. А русские практически еще не голосовали. Очень-очень слабо голосовала русская улица. Меня это удивляет. Они все требуют. Они все такие вот требовательные. А нам то, а нам все объединиться не хотят. И, понимаете, в принципе, я почему говорю, что уже надо заканчивать секторальными или этническими партиями. Потому что, в общем-то, особенно русскоязычная улица, она очень раздробленная. Русских объединить, я имею в виду русских евреев, в данной ситуации русских евреев практически невозможно. Ну, уже очень плохая у нас, так сказать, психология, как нынче модно говорить, ментальность. Но, к сожалению, это так. Мы все время хотим, чтобы нам чего-то дали, а сами делать ничего для этого не хотим. Вот и имеем, что имеем, господа. Это вот, понимаете, вот даже русскоязычная улица Америки более, я считаю, сплоченная, чем русскоязычная улица Израиля. Вот это меня очень удивляет. Вы знаете, Дмитрий, что касается русской улицы в Америке, скажем, она более сплоченная по отношению к Израилю. А что касается внутренней политики, то тут тоже такое... А меня не волнует внутренняя политика в этом плане, потому что я эмигрант в Америке, президентом я стать не могу. Ну, а все остальное меня даже и не интересует. Поэтому я считаю, что Америка благодатная страна. Если ты пашешь и работаешь, то у тебя все будет и так хорошо. А с другой стороны, казалось бы, ну, скажем так, подавляющее большинство русскоязычных в Америке поддерживают Израиль. Как бы, ну, душой. А в то же время, скажем, те люди, которые склонны влево, они поддерживают демократическую партию и даже этих... Сереж, ну, смотри, все-таки Трампа поддержала больше 80% русской... Даже на Брайтоне, даже в Бруклине, где все-таки они склонны немножко влево, больше, чем в других местах. И то 80% проголосовало. Смотри, я хорошо знаю ситуацию на Брайтоне. На Брайтоне, конечно, голосуют на муниципальных выборах за демократов. Там других нет, Сереж. Просто других нет в Нью-Йорке. Но на федеральном уровне они все поддерживают республиканцев. Ну, не знаю, как республиканцев, но во всяком случае за Трампа проголосовало действительно 80% или даже 82%. И за ГУШа голосовали. То есть это абсолютно однозначно. То есть здесь я не сомневаюсь. Ну, не мешало бы... Поэтому я верю в нашу улицу в Америке. Ну, и я очень хотел бы, чтобы наша улица в Израиле была помощнее и посплоченнее. А вот как объяснить, что так пассивно русскоговорящие принимают участие в выборах? Причем выборы такие серьезные. Выборы определяют судьбу страны. И вдруг такая пассивность. Как это можно объяснить? Я это объясняю только одним. Ну, дело в том, что когда я говорю русскоязычная улица, я не имею в виду ребят, которые приехали туда до 10 лет. И даже чуть пассажем. Потому что они израильтяне. Со всеми детьми своих друзей и родственникам, с кем я говорил, они израильтяне. Они не русскоязычная улица. Они с нами говорят по-русски, но между собой они говорят на еврейке. У них совершенно другие представления. Они израильтяне. Вот как наши дети в Америке американцы, там так и израильтяне. Слава Богу, что в большинстве случаев в Израиле все-таки дети наших, они все-таки правее. Ну, вообще в Израиле, к счастью, общество, как показали, уже не первые выборы, поправило это, слава Богу. А в Америке дети, ну, поколение наших детей, оно левое. Потому что оно в израильских, извиняюсь, в американских вузах все-таки вот тут пает вот эту левую заразу. Совершенно верно. Потому что дети, израильские дети, в 18 лет идут защищать свою страну. Сорвал у меня с языка. Сорвал у меня с языка. Потом там, понимаешь, там любого школьника спрашиваешь, который заканчивает школу, что ты собираешься делать, он удивляется вопросу. И мальчики, и девочки идут в армию. А мужики просто-напросто, вот все у меня друзья, все их дети проходят в суровую школу, пехоты, спецназа. Ну, это все очень по-серьезному. Поэтому, конечно, они, что называется, нюхают порох. Наши американские дети, к сожалению, проходят школу индоктринации, где им промывают мозги, втемяшивают сознание, что социализм это здорово, что Америка это плохо, что американский флаг это российский флаг, что американский, я не знаю, гимн это очень такой агрессивный гимн. То есть воспитывают в них, как минимум, нелюбовь к этой стране, нелюбовь к принципам, на которых эта страна была основана. Вот поэтому такая разница, поэтому такая разница между детьми, которые живут и учатся и живут в Израиле, становятся израильтянами, а здесь они становятся антиамериканцами, проходя эти университеты. Это правда, но дело в том, что в Израиле не может быть такой ситуации, потому что Израиль живет в кругу врагов, и большинство молодых людей участвуют в войнах и идут в бой в полном смысле этого слова. Мы когда говорим, мы идем в бой, мы имеем в виду, что мы идем друг к другу агитировать за что-то, а они идут в бой и иногда погибают, знаешь, это очень важно. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел задать вопрос. Можно, да? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Да, меня звать Боров Бенце, и я хотел задать такой необычный вопрос. Меня интересует, у Израиля есть какие-то награды трудовые, боевые? Это один вопрос. Вот. А второй вопрос недавно я прочитал, что Израиль у Ливана какую-то территорию забрал. Я был в Израиле и никогда не слышал об этом. Можете ответить на этот вопрос второй? Конечно, можем. Боров, в Израиле практически нет наград. Очень мало есть наград, которые, вот если вы трудовых, думаешь, вообще нет наград, а боевые есть там одна медаль буквально. В Израиле, могу уточнить и сообщить вам позже, но в Израиле практически нет наград. Это первое. Второе. Израиль, насчет территорий. Израиль в 81-м году аннексировал голландские высоты, которые занял в результате войны с Ирией в 67-м году. Ну, с Ирией, Иорданией и Египтом. Дело в том, что с этих высот Сирия постоянно обстреливала израильские города. Более того, как вы помните, в 67-м году арабы начали войну против Израиля с целью уничтожить Израиль. И министр обороны Гречко на политбюро доложил, что через несколько лет государство Израиль прекратил свое существование. И на правах победителя эти стратегические высоты Израиль аннексировал. Как, кстати, любой победитель аннексирует земли. Вы знаете, после Второй мировой войны у Германии часть земель забрали для Польши, часть забрали для Советского Союза, часть забрали для Чехословакии. Это обычное действие победителя. Кстати, хочу сказать, что мировое сообщество ни разу не дало Израилю до конца закончить победу на поле боя. Уже потом не дали закончить до конца. Что я имею в виду? Если бы Израилю не мешали, то Израиль на правах победителя закончил бы войну и каждому побежденному сказал, что ему делать. И был бы порядок, но мировое сообщество поддерживало всегда арабов, в том числе, к сожалению, и Соединенные Штаты. Потому что все земли, которые Израиль на отдал, в том числе Синальский полуостров, это прежде всего под давлением Соединенных Штатов. И вот поэтому и Израиль иногда думает, что может быть Трамп это Мишиев, который пришел и делает то, что нужно. Он перенес посольство в Иерусалим, признал голландские высоты за Израилем. А ведь мы знаем, что люди не сразу поймут, кто такой Мишиев. Вот такие вот дела. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вот на этой неделе в пятницу мы начинаем праздновать Песах. То есть великий праздник для еврейского народа. И вот я не понимаю, значит, когда мы празднуем все эти праздники, особенно в Израиле, живущие в Израиле, они что, не понимают, что без присутствия Всевышнего ничего бы этого не было, включая и вот победу в 67-м году и так далее. То есть это как бы само собой, что мы под защитой Всевышнего, и все народы признают, что да, Тору дали единственная, так сказать, нерукотворная религия. Все остальные рукотворные. А иудаизм нерукотворные. Что да, мы избранный народ, потому что около горы Синай евреи сказали, сначала исполним, а поймем потом и так далее. Поэтому когда вот Либерман, например, ведет такую политику, непримиримую против религиозных, он ведет политику против Всевышнего и против иудаизма. Как может еврей, который там живет, так сказать, не понимать такие простые силы? Вот это я не понимаю. Спасибо. Ну, во-первых, это не вопрос, а как бы позиция. И хочу вам сказать, что я достаточно часто бываю у Либермана дома, и должен вас огорчить, у Либермана кошерный дом. То есть кошерный-кошерный, то есть кошрут полностью содержится, у него абсолютно религиозная жена, дочь, и Либерман сам придерживается кошрута. А просто вот наша радиослушница не представилась, как ее зовут, поэтому, извините, я... Мария. Нашу радиослушницу зовут Мария. Мария. Но, Мария, хочу вам сказать, что Либерман ни в коем случае не борется с религией. Более того, с верующими. Либерман настаивает на том, чтобы религиозные партии, прежде всего, потому что речь не идет о религиозных людях, а партии, не навязывали светскому обществу жестко свои условия. Если мы хотим, мы должны свет нести в массы, как еврейские, так и нееврейские. Мы должны заниматься просветительством. Но, вы знаете, когда религиозные партии поставили вопрос о генетическом обследовании людей на еврейство, это уже, вы знаете, мы помним, как черепа обмеряли. Более того, а ведь не все... Мы знаем, что люди могут принять дьюр и не иметь вообще еврейской крови. Поэтому Либерман борется за то, что, по сути дела, за права человека, и прежде всего, светских евреев. И тут никуда не денешься. Большинство советских евреев, приехавших в Израиль, были нерелигиозными, и в один день стать религиозными они не могут. Среди них нужно просто проводить правильную просветительскую работу. Но ни в коем случае... Понимаете, у меня двоюродная сестра, 20 лет, у нее и папа, и мама евреи, и все говорили на идыше, и на 20-летнем она доказать, что она еврейка, потому что раввин, который требовал взятку, и пока не подключили серьезные люди, и этого раввина не посадили, она не могла доказать, что она еврейка. Хотя у нее все документы 52-го года, кто тогда писался, мама написана еврейка, папа еврей, а вот он не верил. А некоторые не евреи, которые дали взятку, они как бы считаются евреями. Поэтому тут это... Понимаете, вот, например, Дерри, Дерри, который министр внутренних дел был, он сел с дождятки, вышел из тюрьмы и опять стал министром внутренних дел. Сейчас опять, похоже, сядет. Поэтому это все непросто. И никто не борется с религией, борется с мощадниками от религии. Вот что я могу сказать. Давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте еще раз. Извините, что я вернулась, но это вопрос очень серьезный. Значит, вот вы говорите, он поддерживает Кашут. Он не хочет, чтобы... Вернее, он хочет, чтобы в субботу шел транспорт и так далее. Значит, седьмой день, это день шабата, когда, да, нельзя так делать. И светские хотят, они или не хотят, они должны понимать, что это еврейское государство. И если они не будут, так сказать, предпринимать какие-то сами шаги в то, чтобы в правильном направлении, чтобы понимать, на чем основано это государство. А государство основано на торе, на всех коммендментс и так далее. Тогда это государство пропадет. Без этой религиозной составляющей, которая держит, во-первых, сохранила нашу нацию в течение трех с половиной тысяч лет, и продолжает держать эту нацию, потому что вот эти шведские евреи, они покидаются, едут в Германию и в Америку и так далее. Спасибо, Мария, понятно. Мария, мы вас поняли. Мария, мы вас поняли. Отвечаю, отвечаю. Смотрите, во-первых, если вы читаете Тору, то вы должны знать, что Господь еврею дал выбор, как себя вести. И каждый еврей, между прочим, сегодня сам несет ответственность. Он не везет, нас сегодня нету, пока не будет восстановлен третий храм и института священников. Каждый еврей сам несет ответственность перед Богом за свое поведение. И не надо, и ни один человек не может другому человеку сегодня навязать, как ему себя вести. Это абсолютно однозначно. Понимаете? Это что, Сергей? Я слабо разбираюсь в теологии, но, насколько я знаю, вы поправьте меня, если я не прав, иудаизм никогда не занимался мессианством. Не, мессианство – это другое, Сергей. В иудаизме категорически запрещено мессианство. Категорически. Абсолютно. Иудеи, иудаизм – это разработчики, если говорить на современном языке. А все остальные религии – это как бы маркетологи. Иудаизм разрабатывает идеи и передает их следующим. Ну, это так, шутка. Но я хочу еще раз Марии сказать, что Мария – каждый еврей и не еврей. Ну, я не знаю, как в христианстве, там есть институт священников, есть исповедь. У нас нет этого. Мы несем ответственность перед Богом самостоятельно. Поэтому мы не должны друг друга навязывать, как мы себя должны вести. В этом месте мы сделаем небольшой перерыв. Обязательно примем все звонки. Дмитрий постарается ответить на ваши вопросы. Никуда не уходите. Через пару минут мы вернемся и продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok